Друзья, всем привет! Сегодня интересный день, потому что сегодня у нас день будет посвящен новичкам в дизайне. Сегодня я отвечу на самые важные, самые главные вопросы, которые возникают у многих новичков. Но вместо того, чтобы провести это занятие в учебном классе, мы поедем на природу, покатаемся на велосипеде, посмотрим на окрестности и проведем это занятие вне офиса. Первая остановка, на которой мы отвечаем на основные вопросы новичков. У нас основных три вопроса. Вопрос номер один – это я не умею рисовать, сколько и какие программы мне нужно знать для того, чтобы освоить технологию дизайна. Вопрос номер два – после завершения обучения, как я найду своих основных клиентов, как я смогу найти вообще себя, где я буду работать, возьмут ли меня на работу, какие у меня будут навыки, либо как мне искать своих первых клиентов самостоятельно. И вопрос номер три – это выдается ли диплом, насколько котируется диплом и насколько вообще нужен дизайнеру диплом или нужны навыки. Давайте разберем последовательно все эти три вопроса. И дальше еще в завершении я расскажу о пути дизайнера, вот как пройти дизайн от начала до конца и какие вообще варианты есть. Можно ли работать в компании, можно ли организовать свою студию, либо брать своих клиентов, развиваться профессионально и какой этот путь будет у вас. Кстати, вон там через реку расположен очень неплохой коттеджный поселочек. Просто хочу показать, какие есть варианты жилья. Здесь я сейчас нахожусь под Москвой, 15 километров Амкада. Вполне неплохой себе коттеджный поселок «Сказка», но он не коттеджный поселок, это больше квартирные дома, такие четырехэтажные. Там у них своя большая территория, огороженная, своя инфраструктура. Они здесь, в общем, строят долго, можно рассмотреть. И второй вариант, это поселок Лес-Река, так и называется. Здесь с одной стороны река и с другой стороны уже лес. Единственный минус этого поселка, что здесь не организована, собственно, какая-то общая концепция. Здесь все разношерстное, разнобой, продают просто участки, а дальше строят там все, что хочешь. В первой части поговорим о тех программах, которые должен знать дизайнер. И стоит ли бояться того, что вы не знаете программ, что вы не умеете рисовать для того, чтобы стать дизайнером. Потому что я знаю очень многих, именно этот момент останавливает. Сейчас я хочу поговорить раз и навсегда, закрыть все строки, возражения по поводу незнания программ, чтобы вы четко, точно уяснили для себя, стоит ли волноваться по этой теме или не стоит. Сначала хочу сказать о том, что есть две составляющие дизайна. Всегда две. Будьте, пожалуйста, внимательны, не дайте запудрить себе мозг и голову кому-то по этому поводу. Тема номер один. Вы должны придумывать, вы должны мыслить, как настоящий дизайнер. Вы должны уметь комбинировать, вы должны уметь придумать концепцию, согласовать с клиентом. Придумать это все в голове, и у вас должен родиться дизайн. Как вы это делаете? С помощью коллажей, с помощью чертежей, с помощью как-то рукой рисуете, либо в программе, это никого не волнует. Ваша идея – это ваша идея, и здесь уже мозг каждого человека работает по-разному. Наша задача на курсе по дизайну, наша задача на обучении – научить вас именно технологии мыслить, как дизайнер. Именно мысли и рождение самого дизайна. Здесь важна насмотренность, здесь важно понимание стилей, понимание цветов, умение разделить функциональные зоны, знание эргономики, знание норм. В общем, всего того, что нужно знать для того, чтобы придумать, а также пожелания клиента для того, чтобы ограничения, которые у вас есть технически, вы на них наложили пожелания клиента, и у вас получилась красивая картинка в интерьере. Это вот именно знания, которые должны быть в голове. Это первая часть. Часть номер два не менее важная, но куда более спорная, потому что многие думают, что это дизайн. Это воплощение. Вот когда мы придумали, наша задача – воплотить для того, чтобы презентовать и показать это клиенту. И здесь есть много разных способов. Прогресс не стоит на месте. Мы живем в удивительное время, когда еще вчера мы рисовали на кульманах, буквально в прошлом веке несколько лет, несколько десятилетий назад все рисовали на чертежах. И очень важно было знать на чертале эту геометрию для того, чтобы правильно строить перспективу и там работать. Потом все это дело стали делать компьютеры. Появился автокад, появился 3D Max. Сейчас есть Revit, параметрическое моделирование. Сейчас уже есть технологии виртуальной реальности, когда ты одеваешь шлем, и в этом шлеме ходишь как вживую по комнате. Это движок Unreal Engine и так далее. И способов воплощения очень много. А самое главное, что их много, потому что есть еще разные комбинации. Часть ты можешь нарисовать в автокаде, потом перенести кусочек в 3D Max, а из 3D Max ты уже можешь импортировать, где в шлем одеть и походить. Не стоит вообще на этом заморачиваться. Чем мы будем идти дальше, тем технический прогресс позволит нам создавать именно визуальное воплощение разными способами. Разные краски, разные маркеры. В общем, способов очень много. Давайте перечислим несколько основных. У нас есть просто карандаш и бумага, в конце концов. Если мы умеем рисовать, мы можем это дело нанести на бумагу. Второй способ. Это есть маркеры. Мы можем это все раскрасить. Карандаши, краски, кисточки. Далее у нас есть Revit и Archicad, где мы можем построить наше помещение. Уже тоже посмотреть, как он будет. И дальше из этих программ мы можем в чертежи вывести. У нас есть автокад. Это аналог доски, где мы можем чертить, как на бумаге. И у нас есть 3D Max. Это программа для построения, моделирования и для быстрой адаптации того, что мы придумали в картинку. В общем, программ, как вы видите, достаточно много. Все их знать не обязательно, но какую-то из них можно и нужно выучить. Кстати, если программа, вы не хотите учить трехмерно, можно еще воспользоваться. Это очень неплохая технология коллажи. Но она подходит не всем. Есть два типа клиентов, которые понимают коллажи и планировки, и которые не понимают, которым нужно пространство. В общем, если ваши клиенты понимают коллажи, вы можете взять просто эскиз какой-то образа, подобрать реальные мебель, материалы и сделать как бы такую аппликацию. Вот если клиент это принимает, можно работать и так, и для этого достаточно знать всего лишь фотошоп. Ну, либо просто уметь комбинировать на ватмане, как мы в детстве делали с тем газету, различные картинки и делать на них стрелочки. Это тоже бывает достаточно. Я хочу сказать самую важную вещь. Вот я сейчас сказал, что есть две темы. Это, собственно, как ты придумываешь и дальше как ты воплощаешь. Обязательно делите, потому что сейчас очень много всяких предложений есть, чтобы вам не запудривали мозги. Есть курсы по автокад, которые обещают вам, что вы сейчас научитесь или по 3D Max и будете делать дизайн. Ничего подобного. Если вы умеете делать картинки, либо срисовывать их, это не значит, что вы будете уметь делать дизайн. Потому что это абсолютно разные навыки. Для того, чтобы срисовывать, нужно понять геометрию. Для того, чтобы срисовывать, достаточно понять материалы и построение и технические свойства программы, как это делать. А для того, чтобы придумать, вам нужно знать другие вещи. Это как клиент живет, нормы, эргономики, различные способы и стили, которые будете применять для того, чтобы придумать дизайн. Как соединить инженерные части и художественные части. И сделать это все так, чтобы это не конфликтовало. Вот это все нужно знать. Поэтому, пожалуйста, делите эти две вещи. И возвращаясь к вопросу, вот как быть, если я не знаю технических программ. Ничего страшного, потому что, во-первых, их можно выучить. Вы берете любую программу, которая вам нравится, и просто ее учите. Если программы вы прям вообще не хотите на компьютере ничего делать, вы можете взять просто лист бумаги и там что-то чертить. Это будет чуть-чуть сложнее. Лучше выучить какую-то программу, конечно же. Но и это тоже будет работать. Не думайте, что вы будете хуже дизайнерам, если вы чертите от руки. Вторая часть. Вы можете не только сами выучить программу. Вы можете, если у вас уже, допустим, достаточно жизненного опыта, вы можете просто давать, взять себе помощника, оплачивать его работу, и он будет чертить за вас. Конечно же, самостоятельно лучше хотя бы один раз начертить в автокаде, допустим, либо в 3дмаксе планировку и построить объект для того, чтобы просто понять, как принципиально это работает. Потому что если вы сами не понимаете, как работает программа, вы не можете просто контролировать. Но в целом в деталях это не нужно будет вам делать постоянно. Поэтому изучать можно, изучать нужно. Изучение не требует вам досконально знать от начала до конца все нюансы, все тонкости программы, потому что в них, в каждой программе можно закопаться на 10 лет и еще даже не знать всех ее нюансов и тонкостей. Плюс к этому каждый год выходят новые обновления, и вы просто умрете, если будете постоянно изучать все это дело. Как можно быстрее постарайтесь все это дело делегировать. Я вот могу рассказать про себя. Я пошел учиться и работать уже сразу в компанию. Там я выучил автокад, и в автокаде я помогал дизайнерам чертить их проекты. Я это дело умел, делал быстро достаточно. Потом мне это дело надоело, я взял, выучил тоже 3D Max. Полгода или год жизни посвятил именно этой теме изучению и практике. И дальше в итоге, когда пошел рост, именно когда я смог это делать делегировать. Именно изучение, углубление программы очень сильно тоже вас ограничивает. Помните, пожалуйста, об этом. Я бы на месте, в своем месте тогда и на вашем месте сейчас, я бы не углублялся в технические программы, я бы изучал именно основы дизайна. Как работают стили, как соединяются между собой смежники, как управлять процессом, в какой последовательности идти, для того, чтобы проект был сделан от начала до конца. Как работает мозг дизайнера, как защищать свои решения клиенту, как работать в команде, как сделать красиво, где и как вдохновляться, где какие идеи брать, какие фабрики бывают. В общем, все об этом. Вот это настоящая работа дизайнера. Поэтому предлагаю вам раз и навсегда забыть о проблеме, что я не знаю программ, не знаете, и хорошо. Вы учите, если будет нужно, но дальше вы сможете это делегировать. Я надеюсь, что тема программами вас уже точно отпустит, и вы сможете делать дизайн, не оглядываясь на то, что что-то не знаете. Не нужно знать очень много для того, чтобы быть дизайнером. Вы учите что-то одно для того, чтобы просто понять, как это работает. Посмотрите, делайте, оформляйте, а дальше постарайтесь все это делать, делегировать. Это самый лучший путь. И если вы посмотрите все топовые дизайнеры, вот все дизайнеры, которые работают сами, у которых команда, которые печатаются в журналах, они сами все от начала до конца не делают. Да, они знают все, они знают программы, они знают, как это контролировать, самое главное. Но в детали они не вдаются. У них у всех есть помощники, которые чертят. Это абсолютно точно. И я желаю вам сразу же, с самого начала, с начала пути, понять этот алгоритм и в дальнейшем делегировать. Но, а первично, конечно, постарайтесь выучить программы, которые вам нравятся и которые нужны. Ну, в данном случае у нас, допустим, на обучении это автокад. Мы учим его в минимальном уровне для того, чтобы начертить планировку и для того, чтобы защитить это клиенту. Но дальше можно это дело не делать. И 3D Max для того, чтобы мыслить в 3D пространстве, для того, чтобы уметь простраивать комнаты. Если вам тоже интересно, то вы можете еще и рисунком обрисовывать для того, чтобы выдавать задания визуализатору. В принципе, все. Такие базовые вещи. И сосредотачиваемся мы на основных вещах, которые касаются работы дизайнера. Итак, программы вы точно выучите, никакой сложности там нет. Не нужно изучать программы до последней молекулы, потому что постоянно выходят новые версии и обновляются. Вам нужно знать программы только до того уровня, чтобы уметь контролировать, уметь делегировать и передавать эти задачи. Я надеюсь, эти советы были для вас полезны. И теперь вопросов о том, нужно ли или не нужно изучать, и насколько глубоко у вас не будет. Я хочу внести небольшую ясность, потому что предчувствую уже, как многих разорвет в комментариях, как это так, да что это за профанация, что дизайнер не должен рисовать, или не обязательно ему это делать, или как это он делегирует. Что это за дизайнер такой, который полностью все делегирует, а что же он тогда сам делает? Давайте поговорим именно об этом. Все, что я говорил выше, про знание или не знание программы, оно, в принципе, актуально для тех дизайнеров, которые будут работать на себя. То есть те дизайнеры, которые будут открывать собственную практику и работать с клиентами самостоятельно. Если же вы все-таки планируете работать с компанией, вы хотите устроиться к кому-то, то тут нужно понимать две вещи. Что это за компания? Это самое первое. Есть два типа компании. Компании, которые дизайнерские работают по системе. Ну, например, как у нас. В этой системе дизайнер выполняет какую-то определенную функцию. Ну, например, он делает либо планировку, либо подбирает мебель и материалы, ну, либо занимается какими-то работами, которые можно отделить как отдельную часть. Есть компании, которые работают строительной компанией, либо еще какие-то, где дизайнер, он делает дизайн от начала до конца. Ему дают клиента, и ему говорят, что вот ты дизайнер, ты делай дизайн полностью. Вот в этих компаниях, конечно, дизайнер должен сам делать от начала до конца все. Развитие кроется все-таки больше в первых компаниях, потому что именно там можно работать в паре с арт-директором, с качественным специалистом, и именно там можно расти. В других компаниях опыта вы сильно не наберетесь, то есть вы будете просто зарабатывать деньги, но вы никогда не поймете, хороший вы дизайн делаете или плохой. Поэтому мои рекомендации все-таки избегать таких компаний, где вы попадаете как новичок даже, как дизайнер, не полностью готовый к профессиональной практике, но тем не менее, где вас заставляют делать абсолютно все вещи, которые должен делать дизайнер. Если вы хотите пойти в компанию именно практики обучиться, то лучше идти в компанию, где у вас будет какая-то определенная функция, к примеру, вы будете делать либо только визуализацию, либо только планировки, либо только мебель, материал подбирать. В общем, что-то одно. Это очень важно, это то, что многие не понимают, и думают, сейчас я обучусь дизайну, пойду работать в какую-нибудь компанию на строителей, и вот там вот я наберусь практики. Наберетесь, но не той практики, которая нужна, к сожалению. И в дизайнерской части вы сильно не продвинетесь, поэтому будьте здесь внимательны. Итак, несколько основных программ. Программа номер один – это автокад, программа номер два – 3D Max и V-Ray, и программа номер три – это фотошоп. В фотошопе можно производить базовую цветокоррекцию. Им несложно научиться, примерно за один-два месяца вы их все освоите, и плюс к этому, если вы будете еще знать, вот то, что я рассказывал выше, именно как должен мыслить дизайнер, как должен согласовывать проект, и как вести, в какой последовательности, то программы окажутся самым наименьшим злом, самой наименьшей проблемой, с которой вы столкнетесь. Основная проблема, основные ситуации будут сталкиваться с тем, с переделками клиентов, и именно с защитой проекта. Вот в этой части я очень рекомендую учиться. Итак, вывод этой части в том, что если хотите устраиваться в компанию, туда вам придется выучить все от начала до конца, если это строительная компания, и вам говорят, что да, вы будете дизайнером, будете делать это от начала до конца, вам нужно выучить действительно программы Автокад, 3D Max, Photoshop, это минимальный базовый джентльменский набор. А если вы идете в компанию, в которой вы будете именно дизайнером, то, в принципе, там будут эксплуатировать ваш мозг, и будут помогать вам работать мозгом. Поэтому здесь мы поговорим об этой части чуть-чуть попозже, когда будем рассматривать именно путь дизайнера, какие есть варианты для начала карьеры, и плюсы и минусы каждого варианта. Но вот знание программы, оно тоже зависит в зависимости от того, каким путем вы пойдете. Будете ли работать на себя, будете ли работать в компании, которая полностью доверяет вам от начала до конца ведения проектов, либо будете вы работать в компании с арт-директором, либо с руководителем, где вы будете выполнять только часть работы. От этого зависит, насколько глубоко и какие навыки вам понадобятся в изучении программ для того, чтобы чувствовать себя комфортно на этой должности. Продолжаем. В следующей части поговорим про очень важную вещь, которая волнует, конечно же, всех начинающих специалистов, кто только обучается дизайну. Это вопрос трудоустройства. Где и как мне найти заказы, если я научусь дизайну интерьеров, буду ли я востребован. Сейчас кажется, что рынок очень падает, и требования к специалистам растут, и вообще новичков нигде не ждут. Давайте поговорим, где и как вы сможете найти работу. Первая часть. Что вы должны сделать? Вы должны выучиться. У вас по результату должен быть готовый дипломный проект, и вы должны понимать, как делать дизайн интерьера, допустим, либо квартиры, либо дома. Это аксиома. Вы должны знать все процессы, все этапы. То есть мы сейчас не говорим о технической составляющей. Вы должны уметь делать свою работу. Теперь, когда вы умеете делать свою работу, становитесь на распутие. И распутие следующее. Либо вы идете работать в компанию и устраиваетесь на работу помощником дизайнера, либо дизайнером, и будете делать именно уже сразу же проекты. Второй вариант. Вы сразу же открываете свою собственную практику. Здесь есть два варианта. Либо вы берете своих заказов, либо вы делаете студию и работаете по технологии. Когда вы получаете заказы, вы знаете, как продавать, вы упаковываете полностью свою продукцию, и дальше вы нанимаете себе помощников, которые работают по вашей технологии. И вы ведете дела и бизнес, а ваши помощники ведут самую рутинную работу и оформляют то, что вы придумали с клиентом. Итак, итого мы видим три варианта развития событий. Вариант номер один – устроиться на работу. Вариант номер два – самостоятельно быть фрилансером, либо открыть свою студию. Это вариант номер третий – и нанимать людей. Давайте начнем с первой части. В первой части вы устраиваетесь на работу. Какие есть варианты, какие плюсы и минусы каждого решения? Если вы устраиваетесь на работу, вы можете попасть в две компании, в два типа компаний. Компания номер один – это студия дизайна, которая работает системно, и компания номер два – это студия дизайна, которая работает не системно. Давайте еще одну категорию добавим. Это компания номер три. Это вообще не студия дизайна, а, допустим, салон по мебели, строители, где вы будете выполнять роль дизайнера. Давайте разберем все три ситуации – плюсы и минусы. В ситуации, когда вы устраиваете системную студию дизайна, ваша задача там будет выполнять какую-то определенную функцию. Это одна функция, это либо черчение, либо общение с клиентом, либо создание технического задания, либо планировка, либо подбор мебели, материалов. То есть вы будете выполнять какую-то часть работы, которая на вас возложена и которая получается у вас лучше всего. Чаще всего, когда вы придете в такую компанию, вас спросят, а чем вам больше всего нравится заниматься? Общение с клиентом, черчение, придумывать или наоборот вы общаться не любите? В зависимости от вашего типа, от того, что вам больше нравится, вам дадут либо техническую работу, либо работу по общению с людьми. И то, и то хорошо, тут важно, что вам больше нравится. И здесь стоит понимать, что вы развиваете свои сильные стороны и не развиваете слабые. Это ситуация номер один. В этом случае вам нужно показать, что вы сильны в тех свойствах, ради которых вас приглашают. Но не все компании системные. Ну, что такое системная компания? Это где процессы делятся на этапы и каждый этап делает своя команда, либо свой специалист. Эти компании все равно в любом случае придут к успеху. Если у компании налажен внутренний процесс, если у нее налажен системное привлечение клиентов, то эти компании обречены на успех. Это та модель, на которую стоит ориентироваться в дальнейшем. То есть с этих моделей нужно моделировать, как идет работа. Если вы даже хотите открыть собственную студию, то можно там поучиться, посмотреть, как происходят процессы, как работает менеджер, как работает дизайнер, как это все взаимосвязано, и через какое-то время даже открыть свою собственную студию. Вторая студия или второй тип студии – это студия, где нет системной работы. Как правило, там один какой-нибудь главный игрок. Это может быть ведущий дизайнер, либо арт-директор, ну, кто-то, да. Они даже не называют так, они говорят, вот, студия того-то, того-то. И у них есть помощники. И помощники делают абсолютно все. Как правило, это такая хаотичная история. У них могут быть хорошие заказы, но у них не поставлен процесс. То есть к каждому заказу они подходят очень индивидуально. Им кажется, что вот в творчестве нельзя ничего систематизировать, и поэтому они постоянно находятся в хаосе. Я не очень рекомендую в такие компании устраиваться, но только надолго, только посмотреть, что как делать не надо в итоге. В итоге, что их характеризует? Они работают 24 часа в сутки, у них постоянно аврало, они считают, что вот без... Что дизайнер должен работать без выходных, что по-другому никак, это же творческая профессия. И ночью остаться, поработать нормально. Ну, в общем, весь этот бред, из которого не могут выбраться многие компании, и которые преследуют создатели такой компании в дальнейшем всю жизнь. Когда становятся уже невмоготу, через какое-то время они предпочитают либо закрыть свою компанию, либо все-таки как-то меняться, ну, вот до системной студии. Поэтому, если вы устраиваете такую компанию, что вы можете сделать? Вы можете быть помощником дизайнера, вам, скорее всего, дадут все делать. Вас не будут спрашивать, что у вас лучше получается, вы будете делать все от начала до конца. И, кстати, это неплохая возможность для того, чтобы отточить на практике все эти навыки, которые вы изучали на курсе дизайна. Потому что, когда вы проходите курс дизайна, по идее, вы и делаете все эти этапы. То есть, по сути, вы учитесь на помощника, который еще на практике не изучил все эти методы, которые вы обучились на обучении. Поэтому, в принципе, неплохая история, когда вы найметесь там на 2-3 месяца, на полгода, на год, как хотите, да, сколько посчитаете нужно, в компанию, в которой будет у вас руководитель такой несистемный, хаотичный дизайнер. Кстати, они с виду могут быть очень успешными. Но в дальнейшем, что получится? В дальнейшем вы там либо наведете в порядок. Это, кстати, тоже неплохой способ. Если вы знаете, как работать в порядке, то вы можете мягенько, потихонечку, из помощника перейти в управляющего директора. Это тоже неплохой способ, если вы сильны в менеджерской составляющей. Такие тандемы, как правило, наиболее сильны, когда есть какая-то творческая личность и когда есть человек, который помогает все это дело организовать. Поэтому, если вы чувствуете себя потенциал не только в творчестве, но и в организации, вы можете в такой компании навести порядок, и тогда эта компания вместе с вами взлетит до неболвалах высот. Таким людям, таким руководителям, как правило, не хватает такого системного человека, который все это дело возьмет в свои руки. Но если вы не то, что хотите этим заниматься, если вы хотите сами быть дизайнером, тогда не надо там долго оставаться, просто работайте какое-то время, пока на практике просто не отработаете. По сути, это еще одно обучение. Вот то, что вы обучались на курсах, заплатили деньги, здесь, получается, вам уже будут платить за то, что вы будете применять те навыки, которым вы научились. От вас там не будут ждать какой-то супер прытия. Ну да, нужно быть толковым, нужно более-менее понимать, как что делается, нужно уметь общаться с клиентом, ну или присутствовать на встречах, да, нужно уметь работать в автокаде, в 3D Max, в общем, много чего нужно уметь. Не задержившись долго в такой компании, сразу же примите это как просто плацдарм для обучения, либо внедрите там систему и уже становитесь полноценным партнером. Следующий тип компании, это компания номер три, где вам предложат работать дизайнером полноценно. То есть, скорее всего, это будет компания, которая производит какие-то товары, это может быть кухни, это могут быть продавцы мебели, сантехники, чего угодно, это могут быть даже строительные компании, для которых дизайнер не делится на этапы, не делится на части, как мы с вами изучали и проходили. Для них дизайнер – это просто единица, которая закрывает полностью всю тему по дизайну. И там вам придется делать абсолютно все, но уже без поддержки. С вас не будут очень сильно требовать, потому что, скорее всего, они сами не очень сильно разбираются в дизайне, ну и клиенты, которые к ним приходят, тоже, скорее всего, не очень сильно разбираются в дизайне. Им не нужно какое-то что-то сверхъестественное, им нужно просто дизайн, просто оформить, просто сделать нормальную, внятную квартиру. Здесь хорошо то, что вы полностью сразу же будете работать с клиентом с финальным, вы будете полностью отвечать за весь процесс, то есть вы будете полностью самостоятельно отданы себе, и результат у вас будет, соответственно, тоже зависеть только от вас. Ну, как бы это и плюс, и минус. Плюс в том, что вы сможете научиться работать с клиентом и общаться с ним – это большущий плюс, потому что в других компаниях, скорее всего, вас клиенту сначала не допустят, и вам придется делать технические вещи, а с клиентом общаться вы не сможете. Минус здесь заключается в том, что вы будете делать, скорее всего, плохой дизайн, но вы не сможете без опыта, без навыков понять, без практики понять, как сделать лучше. Поэтому я рекомендую, если вы идете в такую компанию, то обязательно наймите, либо договоритесь с кем-то еще в качестве арт-директора, чтобы был вам наставником, потому что именно так можно, только в этом случае можно делать хороший дизайн. Очень многие идут в собственное плавание, либо идут в такие работы с компанией, и потом никогда не хватает времени для того, чтобы развиться и дотянуть себя до качественного профессионального уровня. А именно качественный профессиональный уровень вы можете достигнуть, если вы работаете в компании с классным руководителем. Это тип компании номер один – системной, где есть, может быть, даже свой стиль, своей философии, либо номер два – несистемная, где есть просто сильная личность, сильный дизайнер, и там все в хаосе, но у них все равно есть стержень, и там вы можете очень много научиться. В компании третьего типа, когда вас берут именно дизайнером, чтобы делать дизайн, там вы не сможете ничего научиться в плане дизайна, но зато вы сразу же будете работать с клиентами, это тоже плюс. В общем, нельзя сказать, в какой компании хорошо, в какой компании плохо, выбирайте сами, смотрите, куда вы будете устраиваться, и какие у вас цели. Все зависит, конечно, от целей. Если вы хотите системно заниматься дизайном, заниматься любимым делом, развиваться в какой-то определенной части, к примеру, в чертежах, либо в визуализации, либо в комплектации, то идите в системную компанию и занимайте какую-то должность, и в ней развивайтесь. Дальше вы сможете посмотреть, как работает система и создать свою компанию. Если вы хотите больше быть помощником и на практике пройти еще раз то, что мы изучали в плане дизайна на курсе, то, что вы изучали на курсах, то тогда ищите не системную компанию, таких, кстати, гораздо больше, и становитесь помощником. Помогайте в чем-то одном. Кстати, вы можете помогать не только по дизайну, вы можете там помогать, как я говорил, наладить именно систему работы. Также вы можете, если пишете хорошо, либо научились писать, вы можете ввести социальные сети, либо ввести какую-то дополнительную активность, каталогизировать какие-нибудь папки, да, то есть быть полезным именно в дополнительной административной работе, это тоже приветствуется. И третья компания, туда идти стоит только если вы хотите научиться именно общаться с клиентом и получить доступ к клиентам, но будьте внимательны в третьей компании, потому что вам абсолютно точно необходимо будут консультации. Если вы не будете консультироваться, вы остановитесь в своем развитии и не будете понимать, где вы делаете хорошо, а где плохо, потому что клиентов и работодателей будут устраивать то, что вы делаете, а, скорее всего, то, что вы делаете, оно будет не на супервысоком профессиональном уровне. Итак, мы разобрали с вами три типа дизайн-компании, и в следующей части я расскажу еще про два направления. направление – это направление работа на себя, работа на себя в качестве фрилансера и организации студии. Будет интересно, обязательно смотрите продолжение. Сейчас поговорим про тему, как вы можете создать свою студию, если вы обучились дизайну и как вы можете на этом зарабатывать. Итак, способ номер один. Вы решили, что у вас уже будет бизнес, и вы обучились дизайну, дизайну вы обучились для того, чтобы точно понимать, что входят в процесс и как они происходят, для того, чтобы контролировать просто сотрудников. Здесь есть два способа, две темы, которые вы можете использовать для создания компании. Способ номер один – это самому стать дизайнером и делать те вещи, которые для вас наиболее приемлемы, то, что вы хотите делать, то, из-за чего вы пошли в дизайн-интерьер, и то, что вы поняли, что на обучении вас вдохновляет больше всего. Как правило, это общение с клиентом, это придумывание концепции, и вам нужны руки. Вы берете себе просто помощника-визуализатора, который будет делать визуализацию ваших проектов, и чертежника-проектировщика, который будет помогать вам в техническом плане, и который будет чертить все чертежи для строителей. Также вы берете помощника-комплектатор, который будет помогать вам общаться с поставщиками, заключать агентские договора и всячески способствовать заключению сделок и дальше запровождению этих сделок. Также вы можете взять себе отдельно на субподряд технического специалиста, вы можете договориться с командой строителей, прорабом, которые будут сопровождать ваши проекты, и договориться, может быть, даже с комплектатором, либо с компанией, которая будет комплектовать ваши проекты. Таким образом вы будете таким как бы генеральным продюсером, который организует вокруг себя слаженную команду, дальше вы придумываете себе философию, стиль, и работаете над своим имиджем, над собой. Ваша задача будет только привлекать новых клиентов, и если у вас с этим проблем нет, если у вас уже есть пул знакомых, либо заказчиков, возможно, и если вы общаетесь и вращаетесь в таких кругах, где вас ценят, вас любят, как человека, который ответственный, который знает, что не подведет, то у вас будут и заказчики, в том числе и на дизайн, потому что если вы с организационной точки зрения подойдете правильно, то вы будете общаться с ключевыми клиентами, а дальше все будет делать ваша команда. Дальше вам предстоит только работать с нетворкингом, заниматься своим личным пиаром, и таким образом вы станете замечательным дизайнером, дальше, может быть, даже декоратором, который будет зарабатывать неплохие деньги и на самом дизайне, и на комплектации. Это способ номер один. Он подходит для тех, у кого есть уже круг знакомств, либо кто чувствует, что у них получится именно управленческая часть, и кто хочет точно сам еще работать дизайнером. Способ номер два, он подходит больше для бизнесменов. Важно, чтобы у вас была предпринимательская жилка. В этом случае вы, когда поработали с дизайном, вы поняли, что все хорошо, но все-таки вы хотите взять себе какого-то компаньона, и вы хотите развивать с маркетинговой точки зрения, с точки зрения бизнеса, продаж, и вы понимаете, что ваша ключевая способность – это организация. Если вы это поняли, то вы берете просто тему дизайна, просто она вам нравится, вы знаете весь процесс, вы договариваетесь с каким-нибудь специалистом, как правило, берете хорошего дизайна, он становится вашим руководителем, он налаживает всю производственную часть, а с вас – клиенты и продажи. Таким образом, вы либо в партнерстве, вы можете взять этого специалиста как партнера, либо вы можете взять его не на партнерских началах, а просто платить ему зарплату. И таким образом вы построите свою студию, в которой вы будете не главный дизайнер, а главный эксперт по именно созданию бизнеса. Такие бизнесы работают замечательно и развиваются, может быть, даже лучше, чем те, где вы являетесь главным экспертом, но тут уже куда душа лежит. Если у вас душа лежит все-таки к дизайну и к удовлетворению творческих амбиций, то это первый вариант создания студии. Если душа лежит все-таки больше к созданию некой системы, к управлению, то вы берете себе систему готовую, по которой мы работаем, и дальше создаете студию вокруг этого. При этом и там, и там у вас может быть философия, у вас может быть команда, у вас могут быть хорошие очень сотрудники, офис, люди, клиенты, в общем, и там, и там возможно успех. Итак, создание студии вы тоже можете использовать для того, чтобы продвигаться. Если у вас уже есть пул клиентов, если вы сами готовы создавать бизнес, создавать компанию, то вы дальше нанимаете дизайнеров, нанимаете себе помощников, и дальше растете и развиваетесь. Вот такие способы. Два способа по созданию студию. Еще раз давайте резюмируем. Первый способ – это когда вы берете полностью управление клиентом и общение с клиентом, а также создание концепции дизайна на себя, а на неключевые должности нанимаете себе помощников. И второй способ – когда вы вообще не дизайнер, убираете с себя эту ответственность, занимаетесь продвижением компании, созданием бизнеса, созданием потока клиентов и известностью компании, и берете себе либо компанию компаньона, либо нанятого специалиста, который будет по вашим правилам, по вашей методике развивать отдел производства. И тогда вас тоже ждет успех. Выбирайте тот способ, который наиболее для вас подходит. В любом из них вы можете развиваться в зависимости от ваших пожеланий. Я думаю, информация по созданию студии тоже была вам полезна и интересна. Мы двигаемся дальше. У меня остался последний вопрос от начинающих. Очень многих волнует тема диплома. Почему то? И в следующей части, на следующей остановке поговорим с вами о том, что же должен, какой диплом должен быть у выпускника для того, чтобы его взяли на работу, что должно быть написано в этом дипломе, и какие на самом деле знания и навыки должны быть у специалиста, чтобы у него была успешная карьера дизайна. Если за целью рассказать о дизайне и профессии, ехать долго по лесу, то обязательно доедешь до привала. Вот здесь такая лавочка есть специальная желтая, и, конечно же, спуск к реке, и там внизу родник. В следующей части нашей программы будет рассмотрение диплома. Многие начинающие, новички спрашивают, какой диплом будет после окончания курса по дизайну интерьеров. Почему-то этот вопрос очень сильно их волнует. Ну, окей, волнует и волнует. Мы не будем залезать в психологию людей. Я могу сказать просто одно, что я вот руководитель студии, я нанимал огромное количество людей на работу, и никогда в жизни я не спрашивал, есть ли у тебя какой-то диплом или нет. Дизайнер – это такая профессия, которую, к сожалению, профессиональный дизайнер интерьеров у нас не учат в стране, потому что у нас есть все, что угодно – дизайн-стренды, архитектура, декораторство, но именно профессии дизайнера интерьера нету и не учат. Именно поэтому мы разработали стандарт профессии, который используют на самом деле все передовые работодатели для того, чтобы нанимать себе сотрудников и для того, чтобы понять, умеет ли что-то делать дизайнер или не умеет. И да, мы выдаем диплом, наша компания тоже, наша студия, выдаем диплом и с удовольствием принимаем сотрудников именно по диплому, но не думайте, что какая-то бумага или какая-то корочка, какой-то диплом сделает из вас дизайнер. Совсем нет. Дизайнеры из вас делают именно знания, навыки профессиональные, которые вы используете для того, чтобы уметь создавать, для того, чтобы показать свой профессионализм именно в процессе работы и именно в результате. Все работодатели смотрят не на то, что вы заканчивали и какое у вас образование. Работодатели смотрят на то, что вы умеете по факту и смотрят на вас. Кроме того, что нужно обладать знаниями, навыками в дизайнерском плане, нужно еще уметь подать себя, делать резюме, писать хорошо, уметь общаться с клиентом, быть просто опрятанным, воспитанным человеком, который знает суть вещей, знает, откуда берутся деньги, знает, как ими распоряжаются, знает, как и что вообще происходит в этом мире. Поэтому помимо диплома, который говорит только о том, что вы что-то прослушали, кому-то денег заплатили, у вас еще должны быть и абсолютно необходимые для дизайнера навыки. Где же понять, какие эти навыки должны быть? Ну, наш диплом, то, что мы выдаем в нашей школе, не знаю, как остальные, но наш диплом соответствует стандарту профессии, разработанному для Министерства труда. Туда входят несколько составляющих. Они касаются всего того, что мы уже сегодня обсуждали. Они касаются и профессиональных навыков, как то сделать дизайн, так и навыков организационных, как создать свою студию, как управлять сотрудниками, как вместе с коллегами работать, как сделать дизайн для клиента и согласовывать его максимально быстро. То есть хороший дизайнер – это не только профессионал, который обладает умением создать планировку, сделать декор, сделать геометрию, сделать визуализацию, обмеры и все остальное. Хороший дизайнер, в том числе и специалист, который может с закрытыми глазами объяснить причину-следственную связь, почему он выбрал именно это решение, а не другое, уметь сказать «нет» клиенту, где это требуется, уметь отстоять честь компании, либо свою честь, если клиент начинает жульничать и идет куда-то не туда. Хороший дизайнер обладает всеми этими навыками. Всего есть 10, 5 и 5 профессиональных навыков дизайнера интерьера. 5 из них относятся к именно профессии. Это обмерщик, дизайнер, декоратор, стилист. Это проектировщик и 3D-визуализация. Вот эти все 5 основных навыков нужно знать для того, чтобы обладать техническими способностями. И еще 5 организационных навыков. Это комплектатор, менеджер проекта, ведущий дизайнер, который управляет проектом. Руководитель, студия, ну, либо управленец. Это 5 профессиональных управленческих навыков, которые тоже должны заключаться в дизайне. И фокус в том, что хороший дизайнер, на самом деле, так или иначе, все эти вещи выполняет, и все эти вещи он должен знать и уметь. И диплом, который вы получаете, должен говорить о том, как раз, что у вас есть часы, и у вас есть навыки, и были у вас курсы, которые эти все 10 элементов помогли вам внедрить к себе. По идее, полностью дизайн-процесс вы завершите обучение, и вы можете получить диплом. Никогда изучили какие-то стили и прошли, допустим, коллажирование, да? Коллажирование – страшный термин, странный. Ну, окей, умеете делать коллажи, либо умеете делать визуализацию, либо планировки. Этого абсолютно недостаточно. Настоящий дизайнер, кроме пяти технических навыков, обладает еще и пять управленческих. Будьте, пожалуйста, внимательны, и когда идете на курсы, либо на школу, или обучаетесь дизайну интерьера, следите за тем, чтобы помимо технических знаний вы умели управлять процессом, вы умели работать с клиентом, и вы знали причину-следственную связь и последовательность. Только тогда вы станете полноценным настоящим дизайнером, достойной высокой зарплаты, либо сможете работать самостоятельно. И тогда вам диплом, по сути, никакой не понадобится вообще, но в целом тогда и вам и могут выдать диплом, подтверждающий, что вы обладаете всеми этими навыками и знаниями. Поэтому, когда вам дают диплом какой-то школы, это, по сути, красивая бумажка, но, как бы, окей, если вам для удовлетворения собственных амбиций, потребностей, нужна эта бумажка и диплом, пожалуйста, вы ее получите, в том числе и в нашей школе, как в любой другой. Ну и в заключении хочу сказать, что очень важно разбираться, что такое профессиональное образование. Есть высшее образование, есть среднее образование, есть повышение квалификации. Повышение, ну это не второе высшее получается, но это курсы, которые позволяют вам переквалифицироваться на базе высшего образования. Немножко сейчас будет теория, но это тоже важно понимать. Высшее образование и среднее образование отличаются между собой тем, что в высшем образовании у вас получаются дополнительные навыки, которые нет в среднем. Эти навыки касаемые самостоятельного поиска, изучения и использования информации, умение как раз-таки получить и использовать причинно-следственную связь, умение общаться с людьми, умение управлять людьми. Все это касается категории высшего образования. Что касается среднего специального образования, там вы знаете просто специальность. Но если говорить простым языком, визуализатор это специалист уровня, там не нужно высшее образование, это техник по сути, специалист среднего образования, а вот дизайнер это уже специалист высшего образования, потому что помимо того, что он умеет делать визуализацию и планировку, допустим, он еще должен общаться с клиентом, управлять процессом, даже в сложных ситуациях, когда непонятно, что и как происходит, ему как раз в этом надо разобраться. Так вот, в законодательстве как раз эти две разные степени образования, у них есть градации именно по этому поводу. Таким образом, как можно стать дизайнером интерьеров и получить диплом? Достаточно просто. Вы должны закончить любое высшее, абсолютно любое высшее образование, не обязательно по профессии дизайнерской, на любом высшем образовании, помимо специальных навыков, вас учат еще и организационным навыком. Если вы заканчиваете любой вуз, вы уже специалист, который может выучить все, да, по сути, то есть вас учат учиться, как вот избитая такая фраза, но это по сути так и есть. И если у вас есть любое высшее образование, то единственное, что вам не хватает, вам нужно получить специальные технические навыки, которая позволит вам использовать ваши знания и умения, вашу квалификацию для того, чтобы применить ее на какую-то конкретную область. То есть даже вы можете получить высшее образование, к примеру, психологическое, например, либо филологическое, да любое, где у вас будет развит мозг. И дальше пройти курсы повышения квалификации, допустим, по дизайну интерьеров, где вас научат эргономики, техническим навыкам, стилем. Ваша задача будет изучить насмотренность, и уже дальше вы сможете, по сути, быть профессиональным дизайнером, называться так с точки зрения законодательства и стандарта профессии. Потому что кроме тех пяти основных навыков руководства и управления, вы будете еще обладать и навыками, которые вас научат на курсах, это специальные навыки. Поэтому это достаточно глубокая тема, если вам это интересно, то пишите ваши вопросы, я могу кропнуть поглубже. Мы разрабатывали стандарт профессии, и я изучил большое количество документов, в принципе, все документы изучил по этой теме. Я очень хорошо в этом ориентируюсь, если нужны какие-то советы именно по тому, как воспринимает государство профессию дизайнера, и что на самом деле должен знать уметь дизайнера, что на самом деле стоят дипломы или не стоят ничего, вы можете узнать это также у меня, пишите комментарии, если будет интересно, запишу об этом дополнительно. Ну вот, в общем-то, про диплом мы тоже поговорили. То есть, по сути, для успокоения себя, да, вы можете сказать, у меня есть диплом, вот у меня есть, пожалуйста, бумажка, но на самом деле никто на это не смотрит и никому это вообще не нужно. Говорю вам абсолютно честно, откровенно, и не только я, вы можете спросить любого руководителя студия, и они точно так же скажут, как и я вам, что когда к ним приходят молодые специалисты, что они делают? Они их переучивают, неважно, какие у них дипломы, они с удовольствием возьмут и человека даже без диплома, если он может показать, что он делает то, что делает. Я могу рассказать про себя, у меня диплом строительного вуза, но когда я пришел обучаться и работать в компанию, никто у меня его не спросил, на самом деле, меня никто ни в разу в жизни мой диплом вообще не спросил. Я работал в компании визуализатором и дизайнером, и меня спросили диплом только для того, чтобы он должен был быть в компании, чтобы он срок получить или что-то такое. То есть я просто отдал его свой диплом, но в дипломе я инженер, я инженер-конструктор, но конструкторствую к инженерии, я не имею никакого отношения. Я знаю о дизайне, о визуализации, но не о том, что написано в дипломе. Тем не менее, у меня есть квалификация и навыки учиться, и квалификация и навыки, которые дало мне в том числе высшее образование, это умение понимать суть вещей и умение управлять людьми, управлять процессами. Именно эти навыки я использовал для того, чтобы самостоятельно получить знания по дизайну, для того, чтобы самостоятельно их у себя применить, и потом систематизировать и упаковать в те курсы, которые сейчас есть у нас. И то же самое можете сделать и вы. Здесь никакой нет супер волшебной технологии, здесь все достаточно просто, если действовать последовательно, планомерно и тщательно подходить к вопросам обучения. Поэтому не думайте, что диплом вас сильно спасет, но если он есть, то хуже не будет. Мы тоже выдаем дипломы, поэтому наши дипломы соответствуют стандарту профессии, о котором я сейчас говорю. Если ваш диплом, либо какой-то диплом другой организации не соответствует стандарту профессии, ну то есть сами делайте выводы. Всегда спрашивайте, соответствует или не соответствует диплом выдаваемой компанией или учебным центром стандарту профессии дизайнера интерьера. Если нет, то смотрите сами, идти туда или не идти. Пишите, какие темы вам еще интересны Постараюсь их раскрывать на регулярной основе Я работаю для нескольких аудиторий У нас и для начинающих И для профессиональных дизайнеров И для студий, кто хочет организовать бизнес Для клиентов и для поставщиков В общем, много разных полезных материалов Я готовлю, и они ждут вас на нашем YouTube-канале Подписывайтесь, ставьте лайк, ставьте колокольчик И увидимся в следующих видео С вами был Станислав Орехов Пока! Субтитры сделал DimaTorzok